Выборы депутатов в законодательное собрание ЕНАО состоится 13 сентября 2020 года. Об этом стало известно после пресс-конференции с руководителем избиркома ЕНАО Андреем Гибертом. В самой процедуре принципиальных изменений нет. Выборы будут проходить по смешанной системе. 11 депутатов будут избраны по одномандатным округам. Другие 11 депутатов будут избраны по единому избирательному округу. Всего, как и в шестом созыве, остается 22 депутатских кресла. Сегодня на Ямале состоялось и значимое политическое событие. Это то, что законодательным собранием автономного округа принято решение о назначении выборов депутатов законодательного собрания Ямал-Нинского автономного округа седьмого созыва. Вот мы получили это постановление и 13 числа будет опубликовано в средствах масса информации. Это постановление. И с этого момента вступает все в силу и начинаем работу. С 1 по 20 июля 2020 года департамент по делам КМНС ЕНАО начинает прием документов и заявления от студентов КМНС – немцы, ханты, селькупы – на назначение и выплату именных стипендий губернатора. При этом студент должен учиться в высшем учебном заведении по очной форме обучения на хорошо и отлично. Всего присуждается 5 именных стипендий на конкурсной основе. Стипендии предусмотрены учащимся за выдающиеся творческие и спортивные достижения, студентам и аспирантам образовательных учреждений. Для рассмотрения кандидатуры на назначение именной стипендии необходимо направить пакет документов посредством почтового управления по адресу. Улица Гаврюшина, дом 17, город Целехард, индекс 629-008. Или предоставить лично в департамент по делам КМНС ЕНАО. Всю более подробную информацию можно уточнить по номеру 8 349-22-400-71. Радостная новость для всего Ямайского района. 10 июня на причал районного центра пришвартовался первый в этом году теплоход, дав старт пассажирской навигации. В этом году первые пассажиры уплыли из Ярселя на комфортном и быстроходном Реме-Вяхереве. Вместе с ним движение по этому маршруту будет осуществлять его близнец Виктор Черномырдин. На сегодняшний день есть утвержденное расписание, которое будет актуальным до конца навигации. Но, в отличие от прошлых лет, в этом году в глаза бросилось одно изменение, которое продиктовано неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Для соблюдения мер безопасности и ввиду действующих ограничительных мероприятий на всех, кто выходил из теплохода, были одеты медицинские маски. На пирсе пассажиров встречал медицинский работник. У каждого прибывшего бесконтактным термометром замерялась температура. Так как сегодня приехал первый катер, мы будем теперь каждый раз встречать, то есть собирать информацию у людей, которые приехали из других регионов. Замеряем температуру, записываем, то есть передаем данные в Роспотребнадзор и в администрацию Оперштаба. То есть как бы у нас вот идет такой вот полный контроль. Стоит отметить, что в этом году, в отличие от прошлого, погода не принесла неприятных сюрпризов и пассажирская навигация открылась согласно утвержденному графику. Государственная целостность нашей страны – это вопрос, который породил немало споров и перереканий как внутри нашей страны, так и со стороны соседних государств. Законодательно закрепить границы РФ – вопрос общенациональный, решение которого проработано в предстоящих выборах за поправки в Конституцию Российской Федерации. День России – это значимый государственный праздник для каждого гражданина нашей страны. Этот год, 2020, станет особенным. Россиянам и ямальцам, в частности, предстоит проголосовать за важные поправки в Конституцию нашей страны. Хочу выделить поправку о нерушимости границ Российской Федерации. Это такой важный, ключевой момент, своевременная мера, которая позволит в будущем сохранить единство России. Ведь сегодня и ранее ряд стран предъявляют России территориальные претензии, которые после принятия этой поправки станут необоснованными. Поправка рассчитана и на будущее страны, в частности, которая не позволит никому в будущем распоряжаться нашими территориями страны. Уже завтра вся страна встретит один из самых главных праздников – День России. В этом году пандемия продиктовала свои условия его празднования, поэтому были отменены все массовые мероприятия. Но для того, чтобы не потерять дух праздника, в интернете было запущено множество акций, флешмобов и челленджей. У тех, кто не успел этого сделать, еще есть один день, чтобы проявить себя. Для создания общей праздничной атмосферы каждый желающий может украсить свои окна изображениями, которые, по его мнению, ассоциируются с Россией. Также были запущены несколько онлайн-челленджей – русские рифмы «Великие песни Великой Победы» и «Танцуй Россия». Жители района загружают социальную сеть ВКонтакте под соответствующим хэштегом видеоролики со стихами и песнями о России и танцы с российской символикой. Все эти записи публикуются в официальной группе Центра национальных культур. В рамках акции «Испеки пирог и скажи спасибо» юные Ярсалинки испекли два пирога и подарили их работникам Ярсалинской центральной районной больницы, а также сотрудникам пожарной охраны. Вместе с этим они произнесли для них слова благодарности за их тяжелый, но важный труд. А в пятницу 12 мая с часу дня по всем улицам поселка будет ездить машина с артистами Центра национальных культур и детской музыкальной школы. Для жителей районного центра в их исполнении прозвучат самые разные песни на праздничную тематику, задавая ярсалинцам праздничный тон. Ямальские школьники и выпускники активно включились в акцию благодарности педагогам. За неделю работы портала по созданию фотокниг поступило несколько заявок. Свою благодарность с помощью проекта классному руководителю Евгению Владимировичу Бочарову выразил его выпускной 9-й А-класс. Одним из инициаторов стала Лилия Катетта. Эту инициативу поддержал весь класс. «Он у нас вел физру. Он был всегда добр к нам и в то же время строг. Нам было приятно его слушаться. Я скажу так, что он один из лучших учителей». По словам уже бывшей ученицы, у всего класса остались только теплые воспоминания о том неоценимом вкладе, который внес в их развитие и воспитание классный руководитель и учитель. А благодарность нельзя описать никакими словами. «От имени всего класса я бы хотела пожелать Евгению Владимировичу здоровья, хороших учеников, счастья и удачи во всем». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова